Десерт панакота, настоящий итальянский шедевр, праздник для гурмана, готовится он из сливок, варенья, свежих ягод и мяты, готовлю десерт к посиделкам с подругами, всегда имеет грандиозный успех. Десерт панакота, это нежнейший десерт из сливок и желатина, который был создан в итальянском регионе Эмилии Романья, название десерта на русский переводится как вареный крем или вареные сливки, но, а на самом деле, десерт панакота, это кремовый пудинг с различными добавками, в качестве наполнителя десерта мы будем использовать ягодное варенье, кусочки свежих ягод и фруктов, любых, и мяты, ужасно вкусно. Рассказываю, как приготовить панакоту, сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовим все необходимое для приготовления панакоты ингредиенты. В сотейник наливаем сливки. Доливаем молоко, но не все, немного нужно оставить для разведения в нем желатина, сахар, ставим на средний огонь, доводим до кипения, избавляем огонь до минимума, варим в течение 10 минут. Желатин разбавляем в небольшом количестве молока. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. В едва бурлящую кастрюлю кладем ванилин и варим еще в течение 10 минут. В кастрюлю добавляем желатин, доводим до кипения и снимаем с огня, смесь охлаждаем, процеживаем, разливаем по формочкам и отправляем застывать в холодильник. На застывший десерт выкладываем два вида варенья, стараясь не смешивать их. Украшаем десерт свежими ягодами. И подаем к столу, приятного десерта. Ставим лайк и подписываемся. Вот что нам понадобится. Сливки 30%, 1000 мл. Желатин, 12 г. Молоко, 250 мл. Ванилин, 3 г. Сахар, 100 г. Малиновое варенье, 1 столовая ложка. Черничное варенье, 1 столовая ложка. Свежие ягоды, по вкусу. Свежая мята, по вкусу. Количество порций, 6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Еще увидимся.